МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире криминальные новости. Это проект Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. Зимние забавы с пометкой крайне опасно. Пьяный водитель привязал тюбинг к машине и катал двух человек. Чем закончилась поездка? Далее в программе. Ваш родственник виновен в ДТП. Решим вопрос за деньги. Внимание на проводе. Мошенники. Рыбаки и их хобби. Когда азарт побеждает разум. Троих любителей ходить по тонкому льду. Спасли бойцы МЧС. Зимние забавы с опасной лихвой. Пьяный водитель из Борисовского района катал по деревне своего несовершеннолетнего сына и взрослого соседа на тюбинге, зацепив надувные санки за машину. Видео опубликовала ГАИ. Как рассказали в ведомстве, инспекторы, заметив нарушителя, подали ему сигнал об остановке. При проверке документов выяснилось, что водитель легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало более полутора промилля алкоголя. Теперь в биографии 32-летнего мужчины появились два протокола. За пьяную езду и перевозку пассажиров не по правилам. Ему грозит штраф 6400 рублей и лишение водительских прав на 5 лет. В ГАИ напоминают, тюбинг – один из самых опасных видов зимних развлечений. Дети могут получить серьезные травмы. Для катания на ватрушках стоит выбирать специально оборудованные места, чтобы рядом не было дорог, деревьев и различных строений. И блок новостей от ГАИ продолжит Александр Смирнов. У него последние новости о происшествиях на дорогах. Водителя зажало между машинами в результате ДТП на столичной улице Немига. Накануне около 9 часов вечера «Лада» врезалась в восстановившийся впереди «Фольксваген». Водитель немецкого авто вышел достать из багажника знак аварийной остановки. И в этот момент лянча ударила в «Ладу». Мужчину зажало между двух машин. В результате инцидента 23-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу. Предварительно причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. Еще одна авария в столице пострадал один человек. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» проезжал перекресток улиц Тростенецкая и Ленина на запрещающий сигнал светофора. В итоге он столкнулся со встречным додж, который поворачивал налево на зеленую стрелку. В результате ДТП 49-летняя дама из автомобиля «Лада» была доставлена в больницу для обследования. Пешеход перебегал дорогу и оказался в больнице. ДТП произошло в Червине на улице Зиневича. Как сообщает ГАИ, 65-летний мужчина за рулем «Рено Меган» сбил 58-летнего пешехода, также местного жителя, который пересекал проезжую часть вне перехода. В результате ДТП пострадавший с травмами госпитализирован. Инспекторы напоминают водителям, что действия пешеходов могут быть непредсказуемы, поэтому всегда нужно быть готовым затормозить в любой момент. Пешеходам также следует быть внимательными при переходе проезжей части. Вылетел на тротуар. Авария случилась накануне на проспекте Победителей в Минске. 21-летний водитель БМВ ехал со стороны улицы Ратомская. По данным милиции, не справился с управлением, выехал за пределы дороги, сбил знак, а после врезался в остановку. Пострадавших нет, а в причинах аварий разберутся специалисты. Очередного курьера мошенников задержали в Могилеве. Стоит отметить, взяли фигуранта на первом же адресе. В милицию позвонил местный житель, который рассказал, что его 67-летняя теща собирается передать аферистам деньги за спасение внука. Якобы последний стал виновником ДТП. У дома фигуранта уже ждали сотрудники милиции. Взяли курьера с поличным после передачи денег. Это более 8,5 тысяч рублей. Как выяснено, с курьером оказался 26-летний житель одной из соседних стран, который нашел подработку в интернете. Наниматель присылал ему адреса, куда он ехал на такси, чтобы забрать у людей деньги. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело. И еще двоих помощников-аферистов задержали правоохранители, но уже в Пинске. Это двое братьев, 17 и 18 лет. В милицию обратились пострадавшие, четверо пенсионеров. К слову, именно пожилые люди чаще оказываются в фокусе внимания мошенников. Схема стандартная. У пожилых людей требовали деньги за благополучное решение вопроса. Якобы родственники попали в ДТП. Дабы они не стали фигурантами уголовного дела, нужны деньги. За три дня курьеры забрали с нескольких адресов немалую сумму. Это более 24 тысяч рублей, 200 тысяч российских рублей и 4,5 тысячи долларов. Замышленники были задержаны после посещения четвертого адреса. Деньги изъяты и возвращены пенсионерке. Установлено, что ребята по заданию куратора забирали деньги у обманутых мошенниками пожилых граждан. Полученные средства они повредовали посреднику путем перечисления денег на счет посредством банкомата. Следователем возбуждено уголовное дело за мошенничество. Забронировать место онлайн и насладиться? Нет, не кухней, а развлекательной программой. В Питере оперативники прикрыли два подпольных казино. Первое расположилось в подсобке многоэтажки. И, судя по количеству посетителей в момент облавы, спросом пользовалось. Когда полицейские пришли проверить, кто же очутился не в то время и не в том месте, в зале была практически полная посадка. Удачу испытывали 27 человек, при том, что единиц оборудования оказалось всего на одну больше. 28 компьютеров изъято. К слову, наблюдали за азартом два администратора и охранник. Второй нелегальный клуб занял четырехкомнатную квартиру. Там упор был сделан на игровые автоматы. Четыре десятка. А вот ПК обнаружили всего 12 штук. Видимо, время было не клиентским. Только четыре человека пробовали склонить фортуну на свою сторону. Что ж, это был явно не самый удачный день как для персонала обоих заведений, так и для посетителей. Это программа «Зона Икс», и мы продолжаем наш выпуск. Праздник к нам приходит, а вместе с ним и новые схемы мошенников. В милицию обращается все больше потерпевших от действий инстаграм-аферистов. Красивая обертка, обилие положительных отзывов, большое количество подписчиков и красочный интерфейс. Не более, чем наживка. Товар продают по предоплате, а акцент сделан на низкую цену. Как пример, в Минской области в милицию обратилось сразу несколько жертв виртуального шопинга. В Солигорске женщина перевела оплату за куртку и обувь. Но так и не дождалась своих вещей. Еще одна жительница этого же города заказала искусственную ель. После того, как перевела около 100 рублей, продавец перестал выходить на связь. В милиции предупреждают соцсети – опасное место для покупок. Не думал, что попадусь. Эта история, как житель Молодечнинского района за час лишился более 21 тысячи рублей. Речь идет об известной схеме обмана – телефонный разговор со специалистом банка. В данном случае звонок поступил в мессенджер посреди рабочего дня. Собеседник сообщил мужчине о том, что его паспортные данные, вероятно, попали в руки мошенников. Застав потерпевшего врасплох, лжебанкир убедил мужчину установить на телефон приложение, якобы для защиты. Следуя указаниям, жертва загрузил приложение и под предлогом его активации назвал код доступа. Далее дело за малым. Когда с карт счетов исчезли все деньги, это более 20 тысяч рублей, мужчина осознал, что стал жертвой аферистов и обратился за помощью в милицию. Правоохранителям он признался, что был наслышан о таких схемах обмана. Но в его случае было иначе. Звонившие не просили назвать реквизиты банковских карт, логин, пароль, коды из СМС и предупредили о конфиденциальности звонка. Они лишь попросили установить программу удаленного доступа. И этого было достаточно. Троих любителей рыбалки, которые вышли на тонкий лед, удалось спасти бойцам МЧС. О событиях по линии спасателей наш следующий материал. Его подготовила Алена Лешкевич. Ходят в прямом смысле по тонкому льду. В Глубокском районе спасатели достали из воды рыбака. В МЧС позвонил прохожий, который услышал крики о помощи. На расстоянии 150 метров от берега в полынье находился мужчина. Он был в сознании и пытался удержаться на поверхности. Спасатели достали тонущего и с переохлаждением передали медикам. Еще двух рыбаков достали из полыньи в Смолевическом районе. В местном водохранилище тонули сразу двое мужчин. Их крики о помощи услышал местный житель и тоже успел вызвать спасателей. К моменту прибытия сотрудников МЧС тонущие едва держались на плаву и были уже обессилены. Лед крошился и не давал спасателям подойти к полынье. Пришлось применить лестницу и спасательную доску. В тяжелом состоянии обоих рыбаков госпитализировали. А в Брестском районе семейная пара отправилась в лес не за подснежниками, а за грибами. 81-летний мужчина и 73-летняя женщина потерялись в лесу. Искали пенсионеров-спасателей. В трех километрах от своей же машины потерявшиеся были найдены. Провалился на глубину 5 метров. На заводе «Нафтан» в Новополоцке в чашу фильтровальной станции упал рабочий. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Бойцы МЧС с помощью спасательных веревок закрепили мужчину на носилке и вытянули на поверхность. Пожарный извещатель разбудил 68-летнего мужчину и спас ему жизнь. В Шарковщинском районе на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в доме в деревне Запрудье. Когда прибыли спасатели, помещение было задымлено. Как потом выяснилось, в МЧС позвонил сам хозяин дома, который проснулся от звука пожарного извещателя. Пенсионер самостоятельно смог покинуть горящее помещение и не пострадал. А вот дом частично обгорел. Выгодная доставка товаров из-за границы, но о том, что все это чистый блеф в рекламе, ни слова. Житель столицы попался на уловку аферистов, когда заказывал импортный пылесос. На выгодное предложение привезти покупку 42-летний мужчина наткнулся в одной из соцсетей. Он оформил заказ на пылесос и передал посреднику предоплату в размере 230 долларов США и 240 белорусских рублей. Однако товар так и не получил. Спустя время он обратился в милицию. Оперативники вычислили подозреваемого, 24-летнего жителя Брестской области. Оказалось, фигурант потратил деньги на личные нужды и не намеревался выполнять заказ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Переведите 2500 долларов, иначе мы вашу базу данных опубликуем. К делу о вымогательстве подключилось следствие. По информации милиции, к ним обратился 43-летний индивидуальный предприниматель. Мужчина пояснил, что на электронную почту ему поступило письмо на иностранном языке, в котором сообщалось о взломе рабочего сайта. На электронную почту пришло письмо на английском языке. В общем, получили некие файлы, и будем вас шантажировать и портить вашу репортацию. Если вы не хотите, чтобы мы это сделали, перечислите на кошелек биткоин, там 2500. В случае отказа злоумышленники грозили выложить в интернет файлы выгруженные с сайта. Однако мужчина не поверил и обратился в милицию. Следователями возбуждено уголовное дело за вымогательство. Милиция напоминает, чтобы не попасться на такие уловки, повышайте информационную грамотность и подвергайте сомнению все манипуляции в интернете. Навел марафет, утолил жажду и ушел с полными карманами наличных. Не жизнь, а сказка. Провел время в удовольствие и с пользой. Московский воришка. Ночью через окно он забрался в барбершоп. Прогулялся по залу, повертел в руках интересные парикмахерские штучки и даже примерил на себя амплуа стилиста. Вот только моделей для отработки рядом не нашлось, поэтому испробовано мастерство было на себе. Пара минут и стрижка готова. И судя по дальнейшему развитию событий, самообслуживание оказалось нелегкой задачей, а потому было решено восстановить силы. Мужчина угостился напитками из холодильника и прилег подремать на диване. Но, как говорится, делу время, потехе час. Пришлось проснуться и закончить начатое. Затем, забрав напитки из холодильника, а из кассы денежные средства, скрылся. Утром один из работников пришел в салон, заметил беспорядок и взломанную кассу и вызвал наших сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в торговом центре на улице Стратонавтов. Ночные развлечения обернулись для героя ролика уголовным делом по статье кража. Сейчас красавчик с новой прической находится под подпиской о невыезде. Сколько наличных ему удалось забрать с собой, пока не сообщается. Кстати, и чек за напитки и стрижку тоже еще не выставили. Кто знает, может это было за счет заведения? Такой была программа «Зона Х». Сегодня увидимся в утреннем эфире на «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Подписывайтесь на нас и в социальных сетях. Берегите себя. «Беларусь-24».